Привет, друзья! Мы находимся в прекрасных тропиках, чтобы узнать о роде коры, очень ценной и дорогой, называющейся корицей. Её используют в качестве специй во многих популярных продуктах, а некоторые виды корицы могут быть очень дорогими. Один доллар за грамм, и сегодня мы узнаем, почему она такая дорогая. Её выращивают только в некоторых странах с тёплым климатом. В основном это Китай, Индонезия, Вьетнам и Шри-Ланка. Благодаря характерному аромату и вкусу она очень популярна. Корица – это кора дерева. Через два года после посадки её можно собирать. После обрезки ствола отрастает много ветвей. Два года спустя они могут снова собирать урожай. После сбора урожая она пойдёт на переработку. Первым делом ветки опускают воду. Затем с неё срезают внешнюю кору. Ароматную кору отслаивают. Остатки коры будут вложены внутрь основы. Светлевая обработка также делает цену высокой. Светлевая обработка также делает цену высокой. Далее идёт процесс упаковки на экспорт. Обрезка верхней части. Ещё одна сушка. Остальное упаковывается отдельно. Не знаю, всё это нужно. Возвращаемся к нему. Ремёнок кон OL. Ремёнок кон�. Ещё один. Животный. Светлевая обработка. Ремёнок кон�. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Все будет экспортировано и обработано в зависимости от цели использования Корица прибыла в Великобританию после трехнедельного плавания в море Безупречные палочки упаковываются в баночки В основном корицу измельчают в порошок Молотую корицу расфасовывают в банке Субтитры подогнал «Симон» Использование для посыпки еды Или упаковывают в ароматизированные пакеты Субтитры подогнал «Симон» Вот и подошло в видео к концу Не забудьте подписаться на канал Малуфарму, если вы хотите увидеть больше видео Видео озвучил Дарон До скорой встречи!